35-й Московский международный кинофестиваль будет проходить с 20 по 29 июня. Он откроется фильмом «Война миров Z». Российской аудитории картину представит исполнитель главной роли Брэд Питт и режиссер Марк Форстер. В программу основного конкурса вошли 14 картин, среди которых три российские ленты, картина от режиссера из Турции и фильм из Грузии. Какие отличия от предыдущего фестиваля? Мы в этом году, сразу скажу, отказались от конкурса «Перспектив». Делаем это в экспериментальном порядке. Исходим из того, что сегодня молодые режиссеры начинают, как правило, с короткометражных фильмов. Поэтому мы значительное внимание уделяем короткометражной программе. У нас будет конкурс короткометражных фильмов, у нас будет неконкурсная короткометражная программа. Мы планировали даже специально показ короткометражных фильмов по кинотеатрам Москвы, связанных с Европейской киноакадемией. Но здесь, я думаю, что мы это сделаем в будущем году. Сразу скажу, что одна из особенностей нынешнего фестиваля в том, что расширяется его география. По просьбе московских властей мы, значит, делаем программу, которая будет идти по кинотеатрам города. И эта программа будет включать несколько разделов. Там лучшие фильмы масс-фильма, лучшие фильмы истории Горького, призера московского кинофестиваля и программа короткометражных фильмов. Что касается основной программы, она по-прежнему пройдет в киноцентре «Октябрь». Уже киноманская площадка там создана. Я хотел бы еще раз назвать конкурсную программу московского фестиваля, еще раз просто в двух словах ее прокомментировать. Это фильм «Матерхорн» режиссер Дидерик Эббенгейс, Нидерландов. Это «Дорожный патруль», одна из самых кассовых картин, между прочим, в Польше, имела колоссальный успех кассовый. И вообще режиссер Восекс Мажовский сейчас признан одним из самых перспективных польских режиссеров. Это фильм Константина Лопушанского, роль. Это молодежная такая ироническая комедия «Спагетти-сторий» режиссера Чиро Дикаро, режиссера из Италии. Это фильм «Тацуси о море долины прощаний». Это фильм Альберто Мараиса, испанского режиссера. Новый его фильм, называется он «Портовые ребята». Альберто Мараис два года назад получил за фильм «Волны» главный приз нашего кинофестиваля. Он так полюбил наш фестиваль, что новые свои картины, очень интересные. Он снова отдал нам. Это фильм Марселя Гислера, швейцарского режиссера Марселя Гисля «Рози». Частица из Турции. Очень острый фильм из Грузии. По-моему, очень любопытный фильм из Грузии. Арчила Кавтарадзе под названием «Беспредел». И фильма дебютанта, что особенно интересно и малоизвестного в кематографических кругах, но очень хорошо известного в кругах людей, которые делают рекламу, делают музыкальные видео. Антона Розенберга, фильм «Скольжение». Скажите подробнее о фильмах и участниках от Грузии и Турции. В конкурсе будет грузинский фильм, очень жесткий. Мы его назвали «Беспредел». Как бы его тюрьме и злоупотребление в грузинской тюрьме. Ну, то, что у нас называется жанром чернуха, здесь в довольно интересном художественном решении с переходом почти в такую комиксскую эстетику. Что касается турецкой картины, это, наоборот, картина весьма традиционная, в неореалистическом духе, очень человечная. Женская судьба в современной Турции и с какими сложностями сталкивается, ну, как сказано, у неореалистов, сейчас Розаватиня говорил, что камера должна следить за человеком, в жизни которого ничего особенного не происходит, и который ничем особо не отличается. Вот это вот героиня, которая обычная женщина с обычными повседневными проблемами. А вот в Москву Бизнес-Квей заявлено участие большого количества стран СНГ, в частности Южного Кавказа. В чем это будет проявляться? Будет много гостей из этого региона, будет много проектов из этого региона. И, в принципе, помимо того, что Москва Бизнес-Сквер ориентирован вовне, в частности, на Юго-Восточную Азию, он еще и его постоянные чертают ориентированность на страны СНГ, то, что у нас называется ближним зарубежьем, не очень корректным в политическом смысле термином. И интерес этого региона к тому, что происходит у нас в кино, очень велик, ну, потому что мы вместе с Казахстаном, пожалуй, один из моих источников финансирования фильмов, а фильмов совместного производства становится все больше и больше.